Осенний волхов невозмутимо несет свои воды в Ладогу, темные и таинственные. Они все помнят и многое хранят в своей глубине. Иногда возвращают людям со дна Ладожского озера ржавые посылки из прошлого. Те, кто оставил их в черной воде, спасали блокадный Ленинград по дороге жизни. По льду Ладоги под бомбежками это было 75 лет назад. Он шагает не в попад, но очень старается. Владиславу недавно исполнилось 12, и это его первый военно-исторический поход. А ваш сейчас не маскарадный костюм. Это форма курсанта пехотного училища образца 1935 года. В течение трех дней вы будете идти по тем местам, где шли ваши деды и прадеды на помощь блокадному Ленинграду. Он стоял в строю и думал о своем прадедушке, Михаиле Траторкине, хирурге, оперировавшем в блокадном Ленинграде и погибшем от истощения. Ему Николай решил посвятить свой марш по дороге жизни. Затянись, не растягиваться! Короче, шаг направляющий! На несколько минут главная площадь Новой Ладоги на берегу Волхова принимает военно-исторический парад. Следом за строем солдат и офицеров Красной Армии в дорогу отправляется техника времен войны. ЗИСы, газы с пушками и легендарный грузовик «Полупор». По плану организаторов Российского военно-исторического общества, колонна должна совершить переход из Новой Ладоги в деревню Кабона. Это полусотни километров по насыпной дороге, проложенной в 1941 году по лесам и болотам. Когда немцы повели наступление на Тихвин, захватили город, они сумели перерезать важнейшую транспортную магистраль Тихвин-Волхов. И тогда пришлось доставлять грузы непосредственно к Ладожскому озеру уже обходным путем. И актуальным стало строительство уже новой дороги, которая проходила с Новой Ладоги до Кабоны. Она в считанные дни была построена и получила название военно-автомобильная дорога номер 102. В поселке Кабона на берегу Ладожского озера музей под открытым небом, затонувшая дорога жизни. Да, и проходимость хорошая, да? Да, нормальная машина. Когда Николая Петухова и Бориса Воронова эвакуировали на таких грузовиках из блокадного Ленинграда, им было столько же лет, как тем школьникам, что сейчас идут в строю военно-исторического похода. Типа безопасности соблюдаем. Еще раз повторяю, все видите, что товарищ Парень, помогаем ему. Ноги бережем, идти долго еще. Никаких гаджетов, кроссовок и вообще любых вещей из 21 века. Оригинальные формы, винтовки Мосина, вещмешки, котелки, техника и солдатский быт. Все максимально воссоздает атмосферу 41-го года. По словам организаторов, это не игра, а испытание, в котором все участники – добровольцы. У нас все максимально приближено, даже портянки, в сапогах портянки и носки не расширены, кому одевать. Тяжелее всего сапоги, потому что натираются мозоли очень хорошо. Но это с учетом того, что сапоги выдавали нам каждому под размер. А если брать, например, Великую Отечественную войну, то там какие сапоги есть, такие выдавали. Будь они на два размера, на три больше. С портянками Коля справился с первого раза. Он больше пяти лет занимается в военно-патриотическом клубе города Всеволожска и уже заканчивает 11-й класс. А вот Владислав почти сразу сбил ноги. Долго терпел, шел в строю через боль, но вскоре отстал от колонны. Смотри, что делаешь. Чтобы никаких не было у тебя этих. Вот этот уголок подними рукой, куда держи его тяни. Смотри, что я тебе аккуратно закладываю. Чувствуешь, складок нету? Нет. Вот, теперь вот это все держи одной рукой. Его командир терпеливо учит Владика не только наматывать портянки, но и правильно завязывать вещь-мешок. Владиславу досада, но интересно. И он снова старается. Ну что, вырасти-то, сялое. Все, бери, за мной шалю марш. Загоняем. Девка, держи и беги спокойно. Он сейчас через 10 минут и законит. Нормально? Нормально. Да, вот так и бежим. Сейчас догоним. Они вон там. Ну, потому что я хочу дойти до конца. И то, что я ногу начер, это ничего. И хочу испытать себя, как испытывали себя мои родственники, которые были на войне. У меня воевал прапрадедушка. Он воевал в мотострелковых поясках, был артиллеристом. Он воевал на Северо-Западном фронте. У него есть Ордень Красного Знамени. Чтобы попасть сюда, Владик победил своих ровесников в конкурсе на знание истории. Оказывается, в этот поход памяти взяли меньше половины всех желающих. Проводили отбор. Хорошо? Хорошо. Не больно? Не ощущаешь вот эти вот? Пройдись туда обратно, чтобы я видел. Да, прожди ты. Не бойся, не бойся. Со своими стертыми ногами он не одинок. К врачу в полевом лазарете выстроилась очередь. А сам Владислав, когда разбили лагерь для ночлега, заступил в свой первый караул. Еще раз повторяю, на посту заключается пить, есть, справлять, естественно, надобность, разговаривать и все тому подобное. Смотрим, наблюдаем. В их дежурстве старшим назначили Николая. Тот патрулировал расположение, проверял бдительность постовых, а Владик очень гордился, что ему доверили быть часовым. В первой жизни он чувствовал ответственность и свою значимость, пока другие шутили и отдыхали около костра. Вот у него, который вырос в тепличных условиях, есть все. А благодаря кому это все есть? Благодаря тому, который шагал в сапогах с этой винтовкой, которая была больше его иногда ростом, размером, и зашел до Берлина. Вот когда они проходят хотя бы свои 10 километров, мы объясняем, что это для тебя подвиг. Ты не остался дома, пошел. Он у себя уважать больше становится. Он мужчиной становится. Он понимать что-то по-другому начинает. Мы не ставим пенсовой целью сделать из них солдат. Мы им объясняем, что не обязательно быть солдатом, офицером. Главное стать гражданином. Главное стать гражданином этой страны. Сергей Мачинский здесь командир и идейный вдохновитель. Вместе с региональными отделениями российского военно-исторического общества они каждый год проводят набор школьников в такие походы. По всей стране выбирают лучших, кто проявил себя в патриотических клубах. Маршруты прокладывали там, где совершали подвиги советские солдаты и офицеры. Более 17 лет я занимаюсь поисковой работой по поиску солдат, оставшихся на полях сражений. Но это, наверное, тоже натолкнуло меня на то, что мы взрослые, можем сколько угодно бродить по лесам, собирать останки погибших своих дедов. Но если мы не будем приводить их, то мы уйдем, а это останется. Останутся незахороненные солдаты и останется страна без паники. Кадровый офицер службу закончил подполковником генерального штаба. Полжизни Мачинский отдал армии и стране, которая в середине 90-х чуть не развалилась у него на глазах. Когда-то эти дети, наверное, будут принимать какие-то решения, может быть, от кого-то из них будет зависеть, начать войну или нет. Вот за эти три дня они, может быть, в тысячную долю почувствуют, что чувствовал их прадед, который шел по дороге жизни. 900 дней длилась блокада Ленинграда. Постоянные бомбежки, авиации, артиллерийские обстрелы. Свинца и огня на жителей города тогда приходилось больше, чем хлеба и воды. Массовый голод унес жизни более полумиллиона человек. Город держался только благодаря единственной транспортной артерии – дороге жизни по Ладожскому озеру. Всего по дороге жизни было эвакуировано из Ленинграда почти 1 миллион 400 тысяч человек. А доставлено грузов в Ленинград 1 миллион 600 тысяч. Большинство из них – это, конечно, продовольствие. То есть дорога жизни, она спасла Ленинград. Самый уникальный пример беспримерной эвакуации, которая производилась из Ленинграда, то есть крупного мегаполиса, который до войны кормился буквально с колес, и снабжение этого города было уникальным примером мировой истории. То есть Гитлер, его генералы никак этого не ожидали. Речалы были построены? Может быть, да. Потому что и дно ведь углубляли для прохода, ну, таких с низкой осадкой. Да, конечно. 42-й год, а сейчас это 16-й год. Сейчас они с трудом узнают то место, куда их привез катер из блокадного Ленинграда в июне 1942-го. Тогда деревня Кабона – порт, основной перевалочный пункт дороги жизни. Николаю Петухову было 10 лет, и он уже год голодал в осадном городе. Но голод все время угнетал нас. Я помню, весной в мае месяце на нашем угороде зашла вот такая картошинка. Я ее выкопал и, значит, варил в кружке в алюминиевой. Варил, варил, она как резиновый мячик. Все равно я ее съел. Голод застрял в Николае Александровиче на всю жизнь. Это чувство он не смог из себя вытравить и забыть. Нет, никогда. Если вот дети не доедят кусок хлеба и положат. Я говорю, положьте, отдадим птицам. Никогда не бросайте хлеб. Всегда говорю так. А когда вспомнишь, что вот эти крики, они, конечно, часто вспоминаются. Крики эти. Страшнее голода была только переправа по Ладожскому озеру на легком катере. Ночью везли темно, было страшный ветер, буря. И вот слышно было, как люди кричат, спасите, спасите. А потом, как взрослые уже рассказывали, рассказывали, я слышал, что подорвались катер на минных полях. Буря занесла на минные поля, он не мог справиться с течением. Нет, мы не плакали, мы не пугались. Мы вот так за поручни вцепились и боялись, чтобы нас только ветром не сдуло. Николай Петухов не считает себя везучим, не знает, почему выжил тогда. Он благодарен своей маме. Его эвакуировали вместе с ней и здесь, в Капоне, им выдали два мешка еды. Сохранила всю семью. Бабушку, свою мать. Меня, сестру и сама. Она помаленьку давала еды, чтобы начал работать нормально желудок. А некоторые поедят, и тут заворот кишечника и убирали. Хорошо помыл? Я смотрю, что-то здесь плавает. Ну ладно, как хочешь. А он не свое мыл-то. А свое забыл помыть. Сейчас в глаза в сторону пойдет. Все руки помыли? Да, прямо. Никто на приемке? Ночью лагеря прошла спокойно. На завтрак повар приготовил овсяную кашу. Многие попросили добавки. Все, кто не доел или хочет еще, не знаю, подходите, потом за добавкой. Коля будто знал, что впереди тяжелый день. Съел двойную порцию и пошел собирать палатки и помогать сворачивать лагерь. Рядом тренировался артиллерийский расчет. Все, поехали. Колесо, ну! Толкать на лицо! На крыльях не наезжайте. Все, разворачивай лапами на меня. На меня лапами. И побежали туда. Лапы вместе. Пошел! Перед тем, как колонна двинулась по самому сложному участку дороги, командир обратился к личному составу. Главная цель всего этого, чтобы вы хотя бы помнили, детям своим рассказали, о том, сколько человеческих жизней заплачено, для того, чтобы вы могли ходить по этому лесу. Приступить к установке знака. Установку памятного знака возложили на командира отделения Николая Габалевского. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА С высоты птичьего полета дорога жизни – узкая полоска сухой земли, окруженная сплошными болотами. Шаг влево, шаг вправо – настоящая трясина. Мачинский ведет школьников строго за собой, след в след. Газы и ЗИСы пыхтят, так же, как и в 42-м. На сложных участках дороги помогают легкие танки Т-38. Их подняли с одна Невы работники музея «Битва за Ленинград». Ну и мы восстановили их. Восстановили полностью. То есть они и ходят, и по земле, и по воде проверяли их. Как дань прошлого, как просто раритетная техника. При подъеме были обнаружены останки механика-водителя. Вот. Были найдены фамилии у Архипов. Кадровый военный. Ну, видимо, не смог выбраться из танка в момент затопления, подбития. Были родственники. На месте привал 10 минут. Привал 10 минут. Разойдите по танку, перемотайте. После 10-ти километров марша по разбухшей от болота дороге никто не жалуется. Только одного самого младшего участника везет армейский газ. Подросток слишком сильно стер ноги, но уезжать в город отказался. Николаев жился в роль младшего командира. В его движениях пропала суета и неуверенность. Когда мне очень сложно, когда я начинаю вставать, я просто вспоминаю подвиг, который они совершили. Как им было тяжело. И мне, естественно, становится легче. Прадедушка, он последние годы, месяцы своей жизни, он, ну, было как раз наступление операции, и завозили очень много раненых. А он, так как всю свою пайку отдавал, он практически ничего не ел, только водичку горячую пил. Отдавал свою пайку бабушке и сестре, ну, вот, говорил, что сам нормально покушал. И все время оперировал, оперировал, оперировал. И умер от истощения. После привала колонна отправилась в свои следующие остановки. Недавно поисковики обнаружили в этих болотах самолет Як-7, которым управлял младший лейтенант Александр Хорошков. Посмертно награжденный вторым орденом боевого красного знамени. Он увидел выходящий для баллонаметания немецкий лейтенант Хорошков. Хорошков принял решение таранить немецкий самолет. Он таранил немецкий самолет, уничтожил его, и сам упал в болото. Его было 24 года. Но он ценой своей жизни спас жизни, наверное, сотен людей, которых вывозили к блокадному Ленинграду, которые в этот момент находились в порту Кабона. Подумаете ли вы, что вы сделали? Вы можете сделать для этой страны, чтобы хоть на шаг приблизиться к славе этого человека? Самолет нашли в болоте, в самой Трясине. Мемориал решили поставить на дороге жизни, чтобы все видели. Николай сам попросился в почетный караул. Поведник установить. Огонь! 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 Там один самолет привезли в ремонт, но это уже я видел, когда он садился. Еще я на береге видел, как он садился. В плоскости такая дыра, что человек может пролезть. В 41-м Виктор Сокольцев встречал советских летчиков на аэродроме в Новой Ладоке после воздушных боев. 12-летним подростком он работал в авиационных мастерских помощником электрика. Помогал ремонтировать самолеты. Один раз я в воздушный бою тоже смотрел. Смотрю, наш за немецким гонится. В ту сторону как раз. И он на нас сразу выстрелил и подбил его. Подбил и нашего сразу подбили. Ну, там тоже следят этим, в общем, тоже сбили. Битвы за небо над дорогой жизни разворачивались на его глазах. Шесть советских истребительных полков ПВО противостояли немецкой авиации. Летчики бились за каждый конвой в Ленинград и на Большую Землю. Но предотвратить все бомбежки было невозможно. Страшно, когда бомбежка. И вот когда здесь вот страшно было, бомбы свистят. И вот когда бомба упала рядом. Ну, в основном бомбежки снятся. И вот страшно. Самое страшное – это сниться. Ближе к концу маршрута колонна попала в засаду. Немецкая диверсионная группа палит из крупнокалиберного пулемета и закидывает курсантов гранатами. Танк подбит, советская пехота цепью рассыпается по лесу, как учили командиры во время похода. Идет перестрелка. Но решающее слово в этом бою за артиллерией. Записывайте пехоту, перелезка! Огонь! Выстрел! Вскоре немцев окружают и берут в плен. Остаток пути до Кабоны победители ехали в грузовиках. Владислав был под впечатлением и молча смотрел на дорогу. Он думал о войне, о прадедушке, о его ордене боевого красного знамени. Теперь Владик знал, что это значит. Он чувствовал себя взрослым и сильным, а еще немного грустным. Слишком быстро заканчивался поход. Мы запомнили, как мы сидели у костра, и нам Виктория рассказывала про блокаду и про другие события войны. И она вот приподнялась, уже вся измученная, начала петь вот эти первые слова. И немецкий вот этот шофер, он будто брось в землю, то есть он даже не мог тронуться в своем грузовике. Греясь тогда у костра, среди друзей, с которыми он пережил новые яркие эмоции, Владислав решил, кем хочет стать. Я хочу стать спасателем. Не знаю, меня на это больше тянет. Как бы это хорошо помогать людям, спасать их из всяких ситуаций нехороших. В Кабону они въехали под военные песни. На берегу Ладожского озера концерт. Сцена, как в годы войны, кузов полуторки. Борис Воронов и Николай Петухов – самые главные зрители. Подходят к колонне в военной форме. Сводная рота для вашего доклада построена. Доварищи курсанты, сегодня вам выпала большая честь. Перед вами выступят те люди, которые ехали и шли по тому маршруту, по которому прошли вы. Это те, кто видел дорогу жизни, тех, кого она спасла. Они говорили долго, иногда сквозь слезы и надрыв. Глядели в эти юные лица и вспоминали свое детство, украденное войной. Чувствовали интерес и уважение. Сложно понять, для кого важнее была эта встреча. Их проводили аплодисментами, а они еще долго гуляли по набережной, что-то выглядывая вдали темной ладоги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok